Глубоко уважаемые коллеги, спасибо, что остались до конца с нами. В начале моего выступления хотела бы еще раз акцентировать ваше внимание на большую роль в организации нашей секции Европейского общества онкогинекологии, с которым мы тесно сотрудничаем, и оно всегда нас уже в последние 10 лет поддерживает во всех наших начинаниях. Благодаря этому Европейскому обществу наша аудитория познакомилась с ведущими экспертами в области онкогинекологии. И благодаря этому, видя опыт международный, опыт европейских коллег, мы понимаем, что наши российские коллеги соответствуют международным стандартам. То есть, в общем-то, качество, оказываем помощи нашим онкогинекологическим больным на высоком уровне. И благодаря поддержке Европейского общества онкогинекологии, нашему сотрудничеству, есть у вас возможность доступа к европейским рекомендациям, гайдлайнсам на сайте этого общества. Они перейдены сейчас на русский язык, благодаря российскому обществу онкогинекологии. И есть специальные программы, удобные, которые будут упрощать работу онкогинеколога, доступные, куда вводите, соответственно, критерии своего пациента. И очень легко, интуитивно, сразу же алгоритм ответа решения по конкретному пациенту. Это и по отношению рака эндометрия, рака вульве, и рака шейки матки, и рака яичника. Великолепный журнал совместного общества ЭСГА и IGCS, в который тоже доступен широкой аудитории, и нам доступен, где публикации, вот State of Art последние, вот то, что животрепещущее, то, что насущное, то, что нас с вами волнует, в этом журнале всегда можно получить. Сегодня выступал Амант, эксперт в области онкофертильности. Он скромно умолчал, что вот благодаря его группе издан сейчас текстбук по раку и беременности, где суммированы тоже данные по стандартам лечения, ну, относительно стандарта лечения, где рак и беременность, мы понимаем, но все-таки суммирован опыт, международный опыт тактики лечения этих пациенток сложных, тоже при помощи, при поддержке Европейского общества онкогинекологии. Великолепная есть возможность веб-кастов на вот этом сайте ЭСГА, где, если, ну, нет возможности поехать куда-то, ну, у нас даже мы ограничены и по России, куда-то лишний раз уехать, отлучиться с рабочего места, не говоря уже о каких-то международных конференциях. Благодаря сайту, который создан и там большие вложения вложены вот в этот сайт, можно войти в него и посмотреть последние презентации, последние лекции с последних международных конференций. Прекрасная поддержка молодежного движения, молодых онкогинекологов, я знаю, они активны, и они знают про это движение, очень интересное сообщество, и оно активно продвигается и движется. Следующая конференция международная будет в Афинах. Буклеты рекламные на выходе лежат на столах, чтобы, ну, напомнить вам еще раз, и сайт ЭСГА освежить памяти. И дальше позвольте уже перейти к непосредственно тематике моего доклада, заключительного выступления, потому что мы хотели осветить все сферы лечения рака шейки матки, поэтому и в том числе и означили тематику лекарственного лечения рака шейки матки, какие движения, какие инновации сейчас есть в этой области. И, к сожалению, это актуально и для этой локализации, потому что нет скрининга у нас в стране, достаточно большая доля рака шейки матки, и лекарственная терапия актуальна, включая лечение этих больных. Но вот в качестве иллюстрации, так просто, если прикинуть эти цифры, если в структуре заболеваемости это 542 случаи, например, на Санкт-Петербург, на третью-четвертую стадию приходится 222 случая, ну хорошо, несколько десятков случаев попали с Н1, уберем это, ну где-то будет 180 случаев, уберем несколько единичных случаев тем пациентам, которые повезло, и они попали на экзонтерацию, останется порядка 170-160 пациентам, которые кандидаты только на лекарственное лечение рака шейки матки, и радиологи тоже им отказали, вот эти вот достаточно большие, но это только цифры вот по Санкт-Петербургу ежегодно, получается, где-то 150-160 пациентов, которым только как выход лекарственной терапии. Что нам надо понимать, что здесь работает, что как можно помочь этим пациенткам. Ну, кроме того, и рецидивы тоже, соответственно, по остаточному принципу здесь выход только лекарственной терапии рака шейки матки. И если в прошлом веке до 2000-х годов бытовало мнение, что рак шейки матки химиорезистент на опухоль, но сегодня на нашей секции мы видели много было докладов по неодевантной химиотерапии, действительно работает системная лекарственная терапия, и дальше исследования пошли по лекарственному лечению уже в качестве палеотивного лечения, распространенного рецидивного рака шейки матки. Если раньше использовалась только цисплатин монотерапия, и вы видите общую выживаемость благодаря этой схеме только монотерапия цисплатина составляла полгода, при добавлении второго компонента цисплатин топотекан уже увеличиваются цифры общей выживаемости. То есть приходит к выводу, что в качестве лекарственного лечения здесь необходимо использовать дуплетов. Дальше идет поиск по пути, какой дуплет будет лучше и какая комбинация. Изначально мнение было, что платиновая химиотерапия однозначно платиновый компонент, а дальше вот второй компонент, как бы улучшить вот эти 9,5 месяцев, еще поднять выше планку. За счет какого второго компонента. Смотрели цисплатин топотекан, цисплатин паклитоксел, например, как представлено на этом слайде. Но и действительно цифры дуплетов оказываются выше, но внутри дуплетов цифры оказываются равны. Какой дальше вывод, выход из этой ситуации, каким образом поднять эту планку? Сравниваются различные варианты второго компонента. Это Гоговское 204-е исследование на основе первого компонента цисплатин и дальше добавление второго компонента. Паклитоксен, винарельбин, гемцитабин топотекан. И сравниваются вот эти вот режимы. И, в общем-то, по общей безрецидивной выживаемости в среднем на круг все равно примерно равные цифры. И все равно остается стандартом сравнение, от которого идет сравнение эффективности того или иной схемы химиотерапии, платиновый компонент и паклитоксел. То есть стандартная химиотерапия оставалась, в общем-то, из дуплетов с цисплатином, поскольку вот эта планка все никак не поднималась. Дальше появляется японское исследование. То есть стандартом укладывалось всегда и химиотерапевтов, и радиологов, что мы только используем цисплатин в лечении рака шеи и кематки. Но, оказывается, не только цисплатин можно использовать. Карбоплатин в сравнении японских коллег показал такой же уровень ответа, как и цисплатин. Поэтому правомочен платинов как содержимое не только цисплатина, а содержимое карбоплатина, что показало сопоставимые равные результаты. И вот дальше, с 80-х до 2005-х годов все равно сохранялась вот эта вот плата. Да, было доказано, что, в общем-то, идет тенденция увеличения общей безрецидивной выживаемости, если мы добавляем второй компонент. Ну, несколько увеличивается токсичность, но она допустима. А дальше вот стагнация. Как улучшить выживаемость и безрецидивную выживаемость этих пациентов? Тогда появляются таргетные препараты. Здесь понятна роль ангиогенеза, но он играет важную роль в прогрессировании опухоли. И тогда начинается активное исследование био-цизумаба, это гуманизированное моноклональное антитело, которое обладает антиангиогенными свойствами. Что получается по данным результатам исследования? Вот это Гоговское 240-ое исследование, где сравниваются дуплеты поклитоксел-цисплатин, поклитоксел-топотекан и тот и другой дуплет плюс-минус био-цизумаба. В итоге на круг, когда сравнили сами по себе вот эти вот дуплеты, то по результатам общей безрецидивной выживаемости, именно если сравнивать только дуплеты, получили равные цифры. Но разный уровень ответа. Тут в лейкопении было больше, там где был поклитоксел, но тошнаторвота была больше выражена там в группе, где была топотекан. Но дальше, когда вот в этом исследовании выбрали, отделили пациенток с таргетной терапией плюс био-цизумаб и без таргетной терапии, сделали вот такую группировку и сравнительный анализ. Вот здесь получили достоверный выигрыш в биотрезидивной и в общей выживаемости. Медианная выживаемость без прогрессирования 6 против 8, общая выживаемость 16 против 17. Достоверное различие получили выигрыш, если действительно добавляются таргетные препараты. Естественно, обращается внимание на токсичность, профиль приемлемости этой схемы. И основной акцент, основные опасения были в отношении образования фистул в группе, где назначался био-цизумаб. Да, действительно, в пациентке, где был био-цизумаб, было чуть большее число наблюдений как осложнение фистулы, но при этом эти осложнения не послужили каким-то критическим терминальным исходом для пациенткам и катастрофически не ухудшили их качество жизни. И поэтому это послужило рекомендацией тому, что добавление таргетных препаратов с био-цизумабом является в настоящее время стандартом при диссеминированном и рецидивном раке шеяки матки. Таким образом, результат этого исследования Гоговского 240-го послужило рекомендацией, взвешенной за и против, несмотря на вот эти осложнения, послужило резюме, что профиль безопасности био-цизумаба соответствует имеющимся ранним, является приемлемым и является возможностью назначать этот препарат в качестве системного лекарственного терапия распространенного рецидивного рака шеяки матки. И действительно, видите, получили выигрыш в результатах общей выживаемости. Дальше с 2014 года одобрение био-цизумаб получает по всем международным весомым таким авторитетным рекомендациям в Великобритании, Food and Drug Administration Соединенные Штаты, Евросоюз также одобряет как стандарт лечения распространенного рецидива рака шеяки матки, таргетных, то есть дуплетов и плюс добавление таргетных препаратов, в частности био-цизумаб. То же самое находит отражение это в рекомендациях Европейского общества онкогинекологии, в гайдлайнсах это тоже все прописано. Добавление био-цизумаба к стандартной химиотерапии рекомендовано у больных с удовлетворительным соматическим статусом после оценки рисков гастроинтестинальной мочеполовой токсичности и рекомендуется как стандарт лечения. То же самое это находит отражение в рекомендациях РУСКО, на которые опираются наши коллеги в Российской Федерации тоже является стандартом лечения. И что дальше? Это вот был 2013 год и опять мы остановились на плата. То есть где-то общая выживаемость 16-17 месяцев. И что дальше делать с этими пациентками? И сейчас очень активное движение, исследование идет в области иммунотерапии, в системном лечении рака шейки матки. Мы с вами хорошо знаем эффективность вакцина иммунотерапии в аспекте профилактической вакцины, профилактики рака шейки матки. Прекрасно работает профилактические вакцины, но это совершенно другая история. Это среди здоровых девочек-подростков действительно вирусоподобные частицы вводятся, вырабатываются антитела и приводят к профилактике рака шейки матки. Вот эта вот вакцинация, которая во многих европейских странах введена в бесплатный календарь прививок, в Соединенных Штатах, в Австралиях они практически избавляются от рака шейки матки за счет того, что ввели в профилактику вот эти вот профилактические вакцины, добиваются того, что выработался иммунитет на уровне до начала половой жизни, до встречи девочки с вирусом пилом и человека, у нее уже она защищена, у нее выработаны антитела и у нее сработает иммунитет, уже не разовьется рак шейки матки. И вот эти профилактические вакцины, они одобрены более чем в 130 странах мира. В Российской Федерации, к сожалению, не входит вакцина в календарь профилактических прививок, хотя ее эффективность доказана международными фазами третьих исследований и уже результатами клинических исследований уже после того, как вакцинирована большая популяция. И существуют бивалентные, квадривалентные, девятивалентные вакцины, которые широко девятивалентные у нас в Российской Федерации не зарегистрированы, у нас только бивалентная и квадривалентная вакцина, но в общем-то ни та, ни другая не входит в обязательный календарь прививок, то есть если хотят мамы привить дочку, то это делается за деньги. Охват вакцинации в Европе достаточно высокий и вот задача снизить, действительно на практике уже снижена заболеваемость. Прекрасный показатель Австралии, у которой охват вакцинации, вот это профилактические девочек-подростков в школе, школьниц, охват вакцинации 80-84%, и этим добиваются снижением частоты инфицированности вирусом папиллома человека, как первые маркеры, они зарегистрировали снижение развития анагенитальных кандилом, и сейчас они зарегистрировали снижение дисплазии шейки матки практически на 90%. И то есть у нас есть высокая, доказанная высокая эффективность профилактической вакцинации, которая направлена, нацелена на то, чтобы предотвратить инфицирование вирусом папиллома человека, не дать сработать онкогенным типом вируса папиллома человека, не дать сработать онкогенным вот этим локусом И-6, И-7, чтобы они встроились в клетку многослойного плоского эпителя и не развился раковый процесс. А иммунотерапия терапевтических вакцин, она как раз таки настроена на вот этом моменте уже, ну, случившегося как факт персистенции встраивания и уже туморогенезиса в изменении в опухоли, сработали вот эти вот локусы онкогенные И-6, И-7 вируса папиллома человека, и как раз таки терапевтическая вакцинация, она мишенью взяла вот эти вот как раз таки локусы, которые негативно работают, если вот вирус папиллома человека сработал. Идея терапевтических вакцин разорвать вот эту вот порочную связь, чтобы клетка перестала, начала распознавать себя чужеродной и, соответственно, произошел бы апоптоз. И вот эта основная идея иммунотерапии настроена на ингибирование вот этих вот чекпоинт-точек так называемых, ну, называется сокращенно PD, PD-L1. В общем-то, что это? Это программа ДЭС-рецептор. Это то, что находится на телеимфоците. И PD-L, это легант, который отвечает вот в опухолевой клетке, он как раз таки вот где, соответственно, И-6, И-7 вот эти локусы, и они вот как раз запутывают телеимфоциты, связываются клетка, телеимфоцит перестает распознавать, что это чужеродная клетка, не происходит апоптоз, не происходит убийство, соответственно, вот этой опухолевой клетки. И вот эта иммунотерапия, иммунопрепараты как раз таки сейчас настроены разорвать вот эту вот порочную связь и тем самым улучшить результаты безрецидивной и общей выживаемости. В качестве блокаторов вот этих вот рецепторов, здесь иммунопрепараты, два варианта есть этих иммунопрепаратов, которые работают на ПД-рецептор, то есть то, что находится на хорошей клетке, да, за иммунную систему, которая отвечает в организме, на телеимфоците. И есть блокаторы ПДЛ-1-голков, которые вот находятся как раз таки на опухолевой клетке. И вот это вот две, ну, такое вот, образно говоря, различие вот этих вот блоков иммунопрепаратов, соответственно, Ниволюмаб, Эмбролизумаб, Симеплибаб и блокаторы ПДЛ-белков, Дурволюмаб, который сейчас активно исследуется. Вот эти вот препараты сейчас широко, широко звучат во всех вот международных мировых конференциях. И уже опубликованы есть результаты второй фазы Киноут 158-го исследования, которое анализировалось вот эта иммунотерапия. Набирались пациентки с 16 января 16 по август 16-го года, 98 случаев рецидивных раков шейки матки, достаточно тяжело набирались, да, видите, пациент 42 центра, 17 стран. Они были ПДЛ-1 позитивные, эти пациентки. И у этих пациенток ранее уже было много линий химиотерапии. И вот здесь изучался в качестве иммунотерапии пембролизумак в соответствующей дозировке. И дальше оценивался уровень ответа на вот эту иммунотерапию. И получив результаты вот этого Киноут 158 по уровню ответа на эту иммунотерапию 12 процентов, это было оценено как эффективная работа вот этой вакцинотерапии. И тем самым это было толчком одобрения, в частности, например, FDA использования пембролизумаба в качестве иммунотерапии при распространенном и рецидивном раке шейки матки. Здесь представлены другие препараты, которые также пембролизумаб, да, с 2018 года одобрен FDA. Дальше продолжается исследование, неволюмаб исследуется, в процессе идет дорволумаб, сейчас идет исследование в комбинации с лучевой терапией. И вот здесь на этом слайде суммировано представлены последние данные по иммунотерапии, которые продолжаются еще до настоящего времени, те, которые уже показали уровень ответа от 14 до 20 процентов. И тем самым вот упования идут на, может быть, какой-то действительно небольшой подъем общей выживаемости, безрецидивной выживаемости за счет добавления, кроме как системной химиотерапии, таргетной терапии, еще и иммунотерапии. И в заключении своего выступления хочу вас поблагодарить за внимание и пригласить завтра на сессию, которая, послезавтра, послезавтра, в воскресенье, на сессию, которая будет посвящена лечению трофобластической болезни. Это будет заседание совместно с Европейским обществом по изучению лечения трофобластических опухолей. То есть это ведущие величины, на которые все ссылаются во всем мире, Майкл Секл, Мэтт Уинтер и Леон Мэш Шубер, которые являются экспертами по всем, в общем-то, международным конференциям, и только их в основном и приглашают своими докладами, потому что они суммируют свои данные. И вот нам повезло, в воскресенье с утра будет эта школа по трофобласту. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok